Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я приехала на пляж Клеопатры. Буду снимать, что происходит на пляже, есть ли там народ, в общем, что там происходит. И я зашла к ребятам в компанию Тиброна Турс. Вы их уже знаете. Я хочу поехать на рафтинг. Поэтому давайте пойдем к Кемале, он нам все расскажет на мальском языке. Как у вас дела? Хорошо. Я хочу поехать на рафтинг. На джип сафари ездили. Супер. Просто супер. Гид у вас классный. Как вас зовут? Я хочу поехать на рафтинг. Расскажите мне, пожалуйста, потому что многие пишут, что там сложно, что... Ну, в общем, расскажите, как тут происходить. Это несложный рафтинг. Здесь литер-экскурсия каждый день. Забираюсь в 8.20 утром. И вечером в 6 часов вечера обратно привозят. Здесь, когда приезжаем на рафтинг, здесь у вас проплыв бывает. 16-17 километров проплыв. За счет этих 16-17 километров проплыва остановки там окупаются. Потом еще остановки бывают. В ресторане обед у вас там будет. Здорово. Не страшно? Да. Не. Можем. Некоторые хотят на байдарки, например. Берут на двойные байдарки. Вот. А, двойные тоже. Да. Некоторые берут байдарки, а некоторые с группой вместе. Ну, с группой вместе еще интереснее. Интереснее. А выпасть выпадает из лодки? Ну, да. Там инструктор, он там есть там места, он сам переворачивает. А если я выпаду, меня не внесет? Нет, не внесет. Там они знают места, где там они сами переворачивают. А это подходит, например, для... Это только для взрослых или дети могут? С какого возраста? С какого возраста? Ну, с 7-8 лет, например, тоже ребенка. Их в середину там осадят. А, их в середину сажают. И на всех надевают эти самые жилеты. Или это шлем там там. Рафтинг стоит 20 долларов. 20 долларов. И входит это и трансфер, и обед там входит, проплыв. И с Махмутла разобираете? Ну, да. Говорите, место с какого-то, или отеля, или возле отеля там приходят, приезжают. Нет, просто некоторые спрашивают про местоположение офиса, да? И я говорю, что в офис приходить необязательно, да? Вы можете просто написать по WhatsApp и сказать, мы хотим рафтинг, да? Написать название отеля, где находится, ну, или там, где вы проживаете, и вас приедут и заберут. И еще очень одна важная информация по поводу скидочной кампании, которая у нас была, да? Когда мы, точнее, первый раз снимали видео, мы говорили, что на все экскурсии у нас скидка 20%. Эта скидка действует до 1 августа, так ведь вы сказали, да? До 1 августа действует скидка 20% и с 1 августа действует... Ну, цены остаются те же. Цены остаются те же, просто, когда вы приходите и заказываете туры, вы просто можете написать, что видели видео о Тимуронах на моем канале, написать количество человек, какие туры вы хотите купить, и уже в соответствии с этим ребята тоже сделают вам хорошую скидку. То есть, если вы купите, например, 3-4 тура, да? Ага, да, да. То ребята сделают вам... Там хорошие скидки там будут. Да. Поэтому следующее воскресенье я еду на рафтинг. Ну, а сейчас мы идем вместе с вами смотреть пляж Клеопатри. Сегодня я приехала на пляж Клеопатри, чтобы показать вам, ну, в общем, чтобы просто показать вам, что здесь происходит днем. Сейчас полчетвертого, очень жарко, и я нахожусь в самом начале пляжа Клеопатри, и именно вот здесь приземляются парашютисты, параглайдеры, которые летят вот прям с той горы. В общем, очень жарко, температура воздуха на солнце, наверное, градусов, не знаю, ну, 40 точно есть. Сейчас мы пройдем поближе к морю, ну, и посмотрим, много ли народу купается. Вода сейчас просто теплющая. Завтра мы, возможно, сходим тоже на пляж, но мы завтра пойдем, поедем на дымчай. Ну, а сейчас я переворачиваю камеры, чтобы вы смогли насладиться этой невероятной красотой. Вот он, друзья, знаменитый пляж Клеопатри с мелким песком, хорошим заходом в море, большим количеством пляжных баров. Здесь, конечно же, когда вы приезжаете, можно взять на прокат, арендовать лежаки, зонты. Ну, а мне кажется, самый кайф – это лежать на песочке, на полотенчике, загорать и наслаждаться теплым морем. Сейчас середина, конец июля уже. Очень теплое море. Сегодня волны, но волны небольшие. В общем, на пляже Клеопатри, как всегда, красота. Вдалее видна прогулочная яхта. А вот и летит парапланирист. Смотрите, сейчас мы заснимем уникальный момент. Момент при... О, все, мягко очень приземлился. Кстати, кто летал на параплане, напишите в комментариях, потому что я не летала. Мне кажется, это как-то так страшно, но я обязательно полетаю в этом году. Вот спускается, видите, еще один параплан, и летят они вот с той горы. В общем, после рафтинга я полечу обязательно на параплане. Ну и, кстати, напишите, какие экскурсии вы хотели бы, чтобы я еще посетила. Я думаю, посетить аквапарк, поплавать с дельфинами, покататься, съездить на кварт-сафари, не знаю, на рыбалку, наверное, на дайвинг. Ну, в общем, много всего можно здесь классного и интересного поделать. Поэтому пишите в комментариях, на какую экскурсию вы хотите, чтобы я поехала. Ну, а сейчас гуляем дальше по пляжу Клеопатра. На пляже Клеопатра расположен один из самых красивых променадов. Здесь очень классно прогуливаться утром и вечером. Многие занимаются спортом, катаются на велосипедах, на скейтбордах. Ну и, конечно же, бегают или просто гуляют и наслаждаются видом на море, прохладным ветерком. На пляже также расположено очень много вот таких вот волейбольных площадок, где вы можете поиграть в волейбол. Сейчас никого нет, потому что сейчас очень жарко. Народ собирается ближе к вечеру или утром. Здесь растут очень красивые пальмы и по всему, по всей длине набережной также расставлены различные... Друзья, вы можете спросить, что же примечательного на пляже Клеопатра. На самом деле здесь ничего примечательного, кроме самого пляжа, нет. Но вы также можете взять на прокат и покататься по морю. Естественно, здесь есть кабинки для переодевания практически у всех пляжных баров. Есть душ, есть пляжные бары, где можно выпить прохладительных напитков, просто посидеть. Ну и, как я уже говорила, конечно же взять на прокат лежаки или и зонтики. Ну и купаться. Еще очень важно заметить, что все пляжи в Алании бесплатные. Вы можете прийти на любой пляж и отдыхать. Только платные лежаки, зонтики, ну и, естественно, напитки и еды. На пляже очень много народу. Народ отдыхает, загорает. Ну а я хожу, все это дело снимаю и спешу в офис. Уже опаздываю. Мы сейчас подойдем поближе к морю. Я очень горячий песок. Посмотрите, сколько народу в море. Прям яблоку негде упасть. Супер. В одном из следующих видео с пляжем я вам покажу пляж Дамлаташ, который расположен вот там. Ну а пляж Улаш, про который я, кстати, тоже раньше говорила, расположен вот за этой горой. Там очень классный пляж и панорамная точка обзора и места для барбекю. Много людей снимать я не хочу, чтобы никто не стеснялся. Поэтому показываю вам море. Между пляжными барами есть всегда вот такие вот пляжные пляжи. Это пустые места, куда вы можете прийти совершенно спокойно, простилить свои полотенца и отдыхать здесь, если вы не хотите отдыхать на пляжном баре, где очень много народу. На пляже можно взять в аренду не только лежаки и зонтики, но можно арендовать еще вот такие вот бунгало. И, кстати, одним из самых лучших пляжев в Алане для отдыха является пляж Энви Бич. Мы там уже с вами были, я его показывала. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Я уже доехала практически до самого конца пляжа Клеопатры. Есть вот такой вот тенечек и есть парк. И здесь представлены все города-побратимы, которые есть у Аланьи. В России таких городов-побратимов три города. Это Мурманск, Диргачи и Зеленогорск. Больше всего турецких городов-побратимов. В общем, теперь вы увидели, какие города-побратимы есть. Здесь вот такой вот небольшой парк, где можно посидеть. Есть небольшая детская площадка, очень зелена. Несмотря, кстати, на то, что жарко, с моря дует такой приятный, очень-очень приятный прохладный ветерок. Температура воздуха на солнце градусов 45, наверное, точно есть. Ну и вот там вот вдалеке есть детские горки, различные детские горки. Парк здесь небольшой, но достаточно красивый. Ну и, конечно же, всегда и везде в Аланье цветы. И зимой, и летом здесь высаживают цветы в соответствии со временем года. Сейчас посадили какие-то декоративные цветы. В общем, друзья, вот такая вот у меня небольшая поездка сегодня состоялась. Пляж Клеопатрии вы увидели, туристов вы увидели. В общем, народ отдыхает, загорает. Самой захотелось искупаться, но мне нужно возвращаться в офис. Что примечательно, пляжи Клеопатрии, и, как я уже говорила, в принципе ничего, только сам пляж. Поэтому выбирайте себе пляжный бар по настроению, по желанию. Если хотите детские горки, видите, даже мороженое. Выбирайте, где приспособлено для детей. Ну, в общем, я думаю, что всем вам понравится этот пляж. Если вы приезжаете в Аланию, старайтесь брать отели, конечно же, ближе к этому пляжу. Потому что и пляж хороший, и центр города в пешей доступности. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Добро пожаловать в солнечную Аланию. Пока.